Девочка-пай Меня зовут Дмитрий. Я расскажу, как можно стать самым настоящим фермером, не выходя из дома или офиса. Современный городской образ жизни практически не оставляет обычному человеку шанса стать хозяином собственной фермы. Для этого нет ни времени, ни свободных средств, ни нужного опыта. И все же каждый человек хотел бы питаться не с конвейера магазина, а теми продуктами, которые выращены на его личном участке под контролем его и его семьи. Наш проект «Телефермер» позволяет решить эту проблему и любому желающему стать настоящим фермером, не покидая города. Для этого мы и создали наш сайт telefermer.ru, который поможет вам не только приобрести животных, землю и выращивать растения, но и получить к своему салузу самые свежие, самые качественные, выращенные под вашим присмотром продукты. Стать участником проекта очень просто. Регистрируемся на сайте telefermer.ru, заходим на страницу «Моя земля» и резервируем землю. Заходим на страницу «Мои животные» и выбираем животное или растение. Выбираем опцию «Установить видеокамеру» и внимательно следим за выращиванием вашего животного или ваших растений. И вот вы настоящий фермер! Субтитры создавал DimaTorzok Нужные места поиска следов ДВЦ в Индии. Как вы знаете, ЛАИ в Индии еще не проводил ни одной экспедиции. И связано это с тем, что объектов в Индии не то что много, а слишком много. И они представляют собой просто некую мешанину из напластования разных эпох и культур. И вычленить оттуда какие-то древнейшие пласты очень-очень трудно. Соответственно, прежде чем организовать какую-то экспедицию, да еще там с выездом съемочной группы, нужно предварительно, конечно, какая-то должна быть проведена работа. Крепотливая, тщательная. Нужно изучить археологические, исторические источники, мифологию и тому подобное. И причем это нужно сделать по каждому потенциально интересному для ЛАИ объекту. Одним из таких возможных объектов, где, я думаю, что можно найти следы ДВЦ, является так называемая пещера Барабар. Традиционно в комплекс пещер Барабар входят 4 пещеры на холме Барабар, 3 пещеры на холме Нагарджуни. Но к такому типу пещер можно еще приравнять и пещеры Сонбхандар, которые находятся в Раджгире. Все эти пещеры находятся в одном штате, сконцентрированы в принципе. Они в одном месте Индии. Вот Барабар, вот здесь Раджгир. Ну и тут еще потом я расскажу о пещерке Сидмамархи. Все они в непосредственной близости от города Гая, там буддийский центр. Самые первые подробные описания этих пещер были даны Александром Каннингену. Это британский индолог. Он провел серию археологических осмотров древности Индии. Выпустил серию отчетов. Отчеты были опубликованы в 1871 году, но экспедиция у него состоялась в 1862-1865 годах. Также можно некоторые сведения об этих пещерах получить из отчета Беглара. Он был помощником Каннингема, инженером, но совершил свои собственные путешествия по провинциям Бенгалии. И описал это все в своем отчете 1878 года. Также достаточно подробные описания пещер привел Джеймс Фергюсон, архитектор. Как архитектор он ничего себе не представляет, но зато он выпустил серию книг по истории архитектуры. В 1880 году он даже вычленил специальную книгу «Пещерная храма Индии». Здесь приведены иллюстрации из отчетов Каннингема. То есть он достаточно подробно измерил пещеры, описал их. Справа это надписи, согласно которым датировались эти пещеры. Перевод принципа. Все пещеры во времена Каннингема это место называлось Садгхара, что означает «семь домов». То есть изначально и пещеры холма Барабар, и пещеры холма Накарджуни объединялись в один единый комплекс. Все они датируются эпохой Маурьев. Это где-то 322 период до 185 года до нашей эры. Датируются пещеры именно по надписям правителя Ашоки. Некоторые 12-м годом правления, некоторые 19-м годом правления. Ну, как бы надпись имеется, значит, он их сделал. Как бы так можно сказать. Эксплуатировались эти пещеры, в общем-то, давно и совершенно разными религиозными течениями. Они были и брахманистские, и буддийские. В 12-м веке там и мусульмане исправляли свои какие-то обряды. И вот в процессе перехода из рук в руки эти пещеры, в общем-то, утратили свои названия. Те названия, которые я сейчас приведу, они, конечно, чисто условные и уже просто так сложилось. Наиболее популярные названия. Но как они изначально назывались, в общем-то, никто не знает. Все это утрачено. Ну вот непосредственно переходим к рассмотрению пещер. Пещера Барабар на холме Нагарджуни находится в Индии, штат Бехар. Примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Гайя. Ну, датировка. Вообще, холм Барабар представляет собой такое скалистое возвышение. Больше напоминающее навал таких больших крупных валунов. Но вот самые три известные пещеры, они вырублены в одной такой скале. Похоже, я не знаю, кто на кита, кто на подводную лодку, говорит. Две с южной стороны и две с северной. Во времена Каннингема здесь проводили ежегодные крупные ярмарки. Там были тысячи паломников. Для них возводили какие-то навесы, помещения. Соответственно, там была очень большая куча мусора. Он говорит, что, допустим, пещера Карн-Чаупар, она была на три фута заполнена мусором. Керамические обломки, кирпичи, там все что угодно. Ну, три фута – это где-то примерно метр. Плюс еще туда заходила вода, где-то на метр стояла. Ну, впоследствии англичане прокопали канал там какой-то, осушили это все дело, вычистили. И когда они делали траншею, нашли еще обломки каменных колонн. То есть здесь были еще какие-то сооружения, помимо пещер. То есть что-то там к ним пристраивали. Первая пещера – Карн-Чаупар, так называемая, датирована надписью Ашоки. В 12-м годом правления – это, соответственно, в 254-м году до нашей эры. Длина – 10 метров, ширина – 4, высота – 3, с небольшим. В плане представляет собой прямоугольник. Вход немного смещен от центра в правую сторону. Вход имеет трапециевидный вид. Трапеция такая. Возле правой стены вырублена вместе с телом пещера небольшая платформа. Каннинген утверждает, что это постамент для статуи. Но учитывая ее размеры, 2,20 метра, в принципе, это могло быть и ложем для какого-нибудь отшельника. Но это уже такие фантазии. Чем она примечательна? Своды очень четко выдержаны. Полностью отполированы. Отполированы стены, потолок, полы, вход. Полировка очень качественная. Вот даже видны немножко такие вкрапления диорита. При этом он срезан и отполирован заподлицо с основной породой. То есть нет никаких каверн. Ничего там. Все гладенькое. Это со второго торца. Что еще характерно? Стены от пола поднимаются перпендикулярно. Потом идет небольшой такой поребрик. Вот он. Такие полосочки вдоль стен. И уже от этого поребрика выполнен арочный свод. Полировка выполнена очень тщательно и с большим мастерством. Вообще пещеры очень темные. Там нет источников света никаких. Но вот если смотреть из пещеры наружу, видно качество полировки. Пейзаж отражается полностью, как в зеркале. То есть не видно никаких огрехов, собственно говоря. Это показаны надписи. Но надписи выполнены уже поверх полировки. Буквы не отполированы. То есть они вполне могли быть нанесены гораздо позднее. Может, одновременно это же. Не знаю. Это макрофото как раз поребрика. Видно, что он не выбит долотом. Насколько возможно ровненько. Пропилен. То есть след инструментов вполне очевиден. С южной стороны скалы находятся две пещеры. Одна из них – Судама, так называемая. В отличие от первой, которую я описала, она состоит из двух помещений. Прямоугольный зал и круглое помещение такое. Причем внешняя стена круглого помещения выполнена в виде полукруга, полусферы. Покажем. Размеры у них примерно у всех одинаковые. Длина порядка 10 метров, ширина 5, высота где-то порядка 3,2-3,5 метров. Поэтому можно так просто почитать. Вход тоже трапеции видный. Она полностью закончена, отполирована. И вот можно визуально видеть, насколько она симпатичная. Ну вот с правой стороны у нее тут небольшая выбойна, такая овальная. Но это, скорее всего, что-то там позднейшее. Кто-то там хотел вклиниться, что-то сделать. Но не смог, видимо, закончить. И это осталось. Вот вид из прямоугольной камеры на круглое помещение. Я бы сейчас не хотела называть это все резонаторной, потому что еще мы не доказали, что это помещение используется в качестве резонатора. Утверждает, официальный историк утверждает, что это помещение выполнено в виде соломенной хижины. То есть это повторяет. Когда-то там буддисты собирались в таких соломенных круглых хижинах, бамбуковые стены, там соломенные крыши и все такое. То есть это как бы они по старой памяти решили воплотить в камни. Но вход здесь тоже в виде трапеции. Сама камера круглая, стены причем прямые, вертикальные, и потом идет свод. Полностью отполированы. Свет видно даже как фонарик. Вообще в реале, вот Вика наша ездила, там не видно вообще ничего. Это полная темнота. То есть источник света никакого. Там фонарик, если смотреть, там свечку зажигают. Вот, в ладошки хлопают. Как бы так. То же самое. На стенах выполнен поребрик, точно так же, как и в Карнчоупар. По единоплану. Вот качество обработки можно, ну так, примерно, визуально оценить. Вот это стык вертикальных стен, потолка и полукруглой камеры. Как у нас там говорится, внутренний треугольный, треугуранный угол, да? Но здесь даже поверхность сходится не под прямым углом, а здесь имеется еще и острый угол. В то же время, ну, достаточно кавчатно все это выяснилось. Выглядит. Просто единственное, что вот, может быть, именно для исследований этого недостаточно, вот этой фотографии. Нужно приехать и приложить, не знаю, линейку, рукой провести. Насколько это ровно действительно выполнено. То есть по фотографиям лучше не надо. Мы можем предположить, что это вот такой уровень технологии, но тем не менее нужно проводить детальное исследование. Вторая пещера, которая находится рядом, называется Ламас-Решим. Это единственная пещера из этой группы, которая имеет резной вход. Датируется она, вот написано, 450-300 год до нашей эры. Почему такой большой разброс? Потому что на ее входе на стене отсутствует надпись. Дарение, как на всех остальных пещерах, Аташоки или внука его Дашарадхи, этой надписи нет. Но все сходятся во мнении, что надпись эта была просто утрачена в процессе оформления вот этого архитрава. То есть когда это все вырезалось, надпись просто сбили. Там есть другая надпись над входом, но это уже относится к 3-4 векам нашей эры. Чем она примечательна? Примечательна она тем, что выполнена она по единому плану с Судамой один в один. Такое же прямоугольное помещение, такое же в плане круглое, но она не закончена. Причем обработка шла как бы от внешней стены, обрабатывалась противоположная стена. А потом с одной стороны свод выполнялся и с другой. Вот те поверхности, которые уже были закончены, то есть они считают, что они ровные, их сразу же полировали. То есть технология обработки была параллельной. При этом полы не обработаны совершенно. Они кривые, со всякими каверными. Круглое вот это помещение, собственно говоря, крыши его тоже просто наметки какие-то. Ничего не доделано. Это внутри круглой камеры. Как видите, пол не обработан, стены только-только, потолок вообще только начали, что называется, обрабатывать. И вот просто явные следы ручной обработки, ну как рука там шла, взбивали. А что за трещина? А трещина, это вообще для них характерно, для этих пещер. Вообще, я в литературе встречала, что порода, образующая вот это скальное возвышение, гнезь. Но гнезь – это метаморфическая порода. Она иногда ее сравнивает с гранитом. В принципе, он похож на гранит, но как бы видоизмененный. И он немножко послабее. Для них характерны вот трещины, трещиноватость такая, да. Поэтому, ну, я точно не могу утверждать, какая это порода. Обычно пишут, что они гранитные. Это очень похоже действительно на гранит. Тут также в краплении есть и кварца, и остальных минералов, которые его составляют. Ну, практически во всех пещерах имеются эти трещины. Хороша она, конечно, тем, что тут можно наблюдать различные фазы обработки поверхности. Вот на первом очень характерно видно. Ну, как бы вручную вот такие квадратики мы выбивать как-то вроде и смысла нет. То есть, очень похоже на проход такого механизма, что ли. Вот как у нас дороги сейчас вот асфальт вырезают. То есть, прорезают там желобок по ширине захвата механизм, потом выбирают материал. Ну, вот можно сказать, что вот они полосочкам и так вот все выбивали параллельно. Потому что, если сравнить с ручной обработкой, вот ясно видно, вот это вручную как могли, так и выбивали. Ну, может быть, у них там, как это называется, какой ширины там это был. Как называется инструмент, забыла. Ну, да, пускай будет кайло, да. Ну, хоть оно там с зубцами такое, вот они выбивали. Но тут явно видно, что это ручная обработка. То есть, это все. А вот здесь вот стена полукруглого, полукруглая стена круглого помещения. И вот посмотрите, абсолютно параллельные бороздки. То есть, это явно, ну, шел какой-то инструмент. Ну, вручную смысла нет даже выдерживать такую параллельность. И материал выбирался вот полосочками, как бы постепенно выбирался, выбирался. Ну, это вот макрофото такого же поребрика. Он все-таки там имеется на одной стене. И вот крупным планом надпись. То есть, тоже поверх полировки, потом там что-то такое рисовали. Надпись какие-то. Четвертая пещера из этой группы, она находится примерно в полукилометре к востоку от первой пещеры Каренчаупар. Там нужно было пройти там через какое-то расстояние. Называется она Вишва Джопри, то есть, хижина Вишвы, ну, как утверждают. Датируется надписью 261 года до нашей эры. Ну, камера, она, это интересно чем? Во-первых, у нее широкий и глубокий портал. Не как у остальных. Ставит просто вход. Ну, тоже выдержана в пропорциях трапеции. Вход у нее оформлен. А вот камера только, можно сказать, начата. Ну, тоже вот эта трещиноватость видна. То есть, вход полностью оформлен, вырублен. Все, ровненькие уголочки, полировка. Все как надо. Ну, вот внутри, в основном я использую фотографии это Виктория Голубцова, наша Лаи. Ну, вот для наглядности, вот с веб-сайта. Где он? Где? Вот. Название, да. Чтобы просто показать. Пщера не то, что недовырванная. Она просто так, чуть-чуть ее начали. Совершенно неправильной формы, конечно, и выбита. Вот для дальнейших исследований, в принципе, можно даже было посмотреть на стыке, где полированный вход. Ну, собственно, и в ла-масс решит то же самое. И то, что там вырубалось внутри. Вот иногда указывается, что, возможно, полировка является следствием работы инструмента побочным. То есть, полировать-то и не особо было надо. Просто в результате пиления камня поверхность полируется. Ну, вот можно было бы и сравнить, кусочек какой-нибудь взять, посмотреть, может ли здесь подтверждаться такая теория. Ну, дело дальнейших исследований. Это вид из нее наружу. Как бы оформлено все. Так. Пещеры Нагарджуни. Пещеры Нагарджуни входят в этот же комплекс пещер Барабар. Они находятся полутора километров к востоку от холма Барабар. Ну, вот видно, как все это выглядит. Просто навал очень больших камушков. Датируется также эпохой Мауриев. На каждой пещере имеется соответствующая надпись дарения. Первая пещера находится с южной стороны, довольно высоко. Датируется 214 годом до нашей эры. Это уже дарение этой пещеры произвел внук Ашоки, Дашарадха. Она самая большая. Ее длина 14 метров. И имеет характерную особенность. Оба ее торца закруглены. То есть имеет такую сводчатую форму. Полностью отделана. Вся полированная. Полы, стены. Все идеально. Можете посмотреть, как это выглядит. В общем-то, качество очень симпатичное. Трещины присутствуют у них практически везде. Это уже свойство скалы. Еще две пещерки на этом холме находятся с обратной стороны, с северной. И находятся в непосредственной близости друг от друга. Первая в Адитхе. Купха. Не знаю, как перевести. Особо никто не это. Она находится в расщелине. Как бы в уголке в самом. Вот непонятно, как они там развернулись-то, чтобы это все прорезать. Обе пещер, о которых я буду рассказывать, они гораздо меньше. Почти в половину предыдущих пещер. Вот тоже трапециевидный вход. На правой стороне дарительная надпись. У нее особенность с тем, что в предыдущих пещерах вход находился с длинной стороны камеры. А здесь с торца. То есть один торец у нее вход. А противоположный тоже такая полукруглая камера. Вот в 19 веке, когда ее нашли, она была еще и перегорожена грубой кирпичной стеной с маленьким таким входом, в которой, с дыркой практически, в которую можно было только поднос с едой просунуть. Ну, видимо, было обитальща некого подвижника, аскета. Что такое. Сейчас этого нет. Все это почистили. У нее имеются четыре отверстия в потолке и в полу. Ну, это явно, конечно, для крепления двери. Крепление двери в новом проеме. Вторая пещера называется Вапея-какупха. Вапея – это означает колодец. Там в непосредственной близости есть колодец. Ну, ничего такого выдающегося нет. Просто колодец обычный, деревенский колодец. Она также не очень большая, половинного размера, как, например, там от Каран Чаупар. Также Дошарадха ее там подарил аджевикам. Но у нее, в отличие от предыдущих, также вход с торца, трапециевидный вход. Но противоположный торец у нее прямой. Так же, как у Каран Чаупар. Этот свет падает. Тоже очень можно хорошо разглядеть качество обработки стен. Ну, просто идеально. Я не знаю, там полированная коробочка. Возле вот этих двух пещер Каннингем обнаружил очень большое количество всяческих там обломков. Были гранитные колонны, какие-то квадратные камни. В общем, он решил, что, ну, видимо, там еще и с местными разговаривал, это остатки буддийского монастыря. То есть и сами пещеры, и над ними, и вокруг них еще были какие-то постройки. Но в процессе там занимания разными хозяевами, видимо, тратилось. И даже там какое-то небольшое мусульманское кладбище имеется. Вот. Пещеры Сонбхандар. Они расположены северо-восточнее от пещер Барабар. Сделаны они по их же плану, очень похожи. Но можно сказать, это вот иллюстрация из книг, в которых они описаны. Так, вот это западная, вот это, извиняюсь, вот это западная пещера и восточная. Восточная уже, когда ее описали, она уже была разрушена. Вот у западной она так более-менее хорошо сохранилась. Вот видны такие квадратные отверстия. Дело в том, что там происходили собрания буддийских монахов. Ну, естественно, место ограничено, чтобы увеличить, пристраивали и навесы деревянные. Поэтому вот эти отверстия там остались. Это вид западной пещеры. Как видите, порода тут, это не как в Барабаре. Это даже близко не к граниту. Очень слоистое и сильно эродированное. Что внутри, что снаружи. Вот вид внутри. План тот же самый, как в Каран Чаупар. Прямоугольный в плане. Прямые стены, свод. Но свод немножко заострен. Размеры практически те же самые. Там плюс-минус несколько сантиметров. В этой пещере интересно то, что у нее есть окно. Как бы у них там это было не принято. Но окно у них, у нее, вернее, появилось в результате поиска сокровищ. Еще одно название – это пещера, пещера сокровищ. Там как раз напротив этого окна, на стене. Сейчас вернемся. Вот здесь. Там тоненько прорисовано, как будто бы это там дверь, какая-то мантра. По легенде, значит, кто прочитает мантру, дверь откроется, золото, бриллианты и все такое. Англичане решили не заморачиваться тут с мантрами. Просто пальнули из пушки. Сокровищ не нашли. Окно появилось. Это вид восточной пещеры. Свод обвалился, причем уже очень давно. Там какие-то немножко есть барельефы. Ну, вот здесь явно видно, что и технология изготовления ее, вырубки, и технология, так сказать, отделки. Это, конечно, вот просто рядом с барабаром не стояло. Это, они, конечно, выполнены гораздо хуже и очень грубо. Материал, самая порода слоистая, вот видите, прям вот отслаивается, просто вот сходят такими кусками. Ну, вот Вика нашла один блок, который можно очень сильно так тянуть за уши и сказать, что у него машинная обработка, вот так, как бы ровненький. Ну, это так для разнообразия. Так, еще одна пещера, про которую я хотела бы вам рассказать, называется Ситмархим. Когда Беглар путешествовал по провинциям Бенгалии, он на нее набрел. Каннингем в своем путешествии ушел гораздо севернее туда, в Раджгир, где Сон-Паханатар находились пещеры. А Беглар, он прошел по восточной дороге. И вот через 24 мили от Гайи он обнаружил такой изолированный гранитный валун, в котором была выбита пещера почти такая же, как в Барабаре. Почему он изолированный, непонятно. Он просто лежал там посреди поля, рядом какая-то там мангровая или там манговая роща. Еще он там дает описание, что в миле какие-то небольшие возрушения и название деревни Расулпура. В общем-то, все местонахождение вот так. Сама по себе пещера небольшая, как он ее описал. И нарисовал план. Тут просто из разных книг перерисовывается в небольших вариациях. Исполнена она в плане, как пещера Вапия, пещера-колодца. То есть вход с торца, трапеции видный. Противоположный торец прямой, не закругленный. Но у нее особенности, у нее нет прямых стен, от которых начинается свод. А свод начинается прямо от пола и сужается к потолку. Получается такая заостренная арка. Вообще, эти исследователи, в том числе Фергюсон, считали, что это вообще самая старая пещера. Пещера полностью внутри отполирована. Только по задней стенке там то ли отбито, то ли отслаивалась полировка. Но тут, что можно сказать еще? Беглар, когда ее нашел, она была занята. У задней стены стояли статуи индуистских богов. И, как он написал, и два наглых и жирных брахмана. Но, тем не менее, ему удалось ее обмерить. Все было в копоти. Это, собственно говоря, все сведения, которые о ней имеются. Потому что сейчас я сколько ни пыталась разыскать хоть какие-то сведения. Провинция-то там, в общем-то, глухая. Никаких сведений нет. То есть местонахождение неизвестно. Там еще примерно, вот можно сказать, вот я ввела кружочком, если ее искать, то вот она где-то по тем ориентирам, которые он дал, значит, где-то она вот в этом районе находится. Но тут недалеко железная дорога. Кто ее знает, может, ее давно уже снесли. А может быть, какой-нибудь там есть индуистские храмы, может быть, вокруг нее просто отстроили что-то, и поэтому не видно. То есть сведений больше никаких не имеется. Так, для сравнения, еще имеется пещера такого же плана, как Ла-Мас-Риши и Судама, но находится она около Мумбаи. Там есть такой буддийский монастырь. Есть буддийский монастырь. Датируется он периодом от первого века до шестого века нашей эры. Ой, нет, врум. Первый век до нашей эры. И шестой, чуть не сказала, после нашей эры. Там в базальтовой толще вырублена серия пещер, где всякие эти монахи буддийские жили. А одна из них имеет в плане своем конфигурации, как у Судамы. С той лишь разницей. Вход с торца, причем он не оформлен как бы входом трапеции, там просто несколько колонн стоит, и все, он как бы открытый вход. При этом еще... А, да. Вот все пещеры барабана на Горджине, кроме двух самых маленьких, у них примерно одинаковые размеры. Ну, варьируется там сколько-то сантиметров, и все. А так примерно так. Вот длина 10, высота 3,5. Длины, ну, как-то так. Здесь, естественно, соответственно, ее линейные размеры совершенно другие. То есть просто там, как им, может, удобно было, выбивали. Круглая камера, оформленная еще, в ней пробиты окошечки, которые имитируют решетчатые окна, просто вот в соломенной бамбуковой хижине. И внутри круглой камеры находится ступа. Ну, как вы видите, работа довольно грубая. То есть это последующее подражание пещерам барабаны. Но уже на таком уровне они не смогли. Ну, как смогли, так смогли. Потолок прямой, просто ободранный. В общем, она как бы такой эрзац барабановских пещер. Видимо, хотели там пристроиться к такой архитектуре, но у них ничего не получилось. Значит, на что эти пещеры, в этих пещерах можно обратить внимание? Конечно, первое, что бросается в глаза, это трапециевидный вход. Просто прямая аналогия с сооружениями в Перу. Ну, по миру там есть еще, конечно, такие самые входы, но вот с этим прям, можно сказать, один в один сходятся. Уж не знаю, как это можно объяснить, кто кому в гости ездил. Значит, и, конечно же, качество полировки. Тут просто поражает воображение, что в таком пустынном месте, там, собственно говоря, никаких особых культур, то и не было цивилизаций в округе. Там поселение штата Бехар, там совершенно такое уединенное место. Откуда там взялись такие технологии? Ну, в сети, собственно, при описании этих пещер попадаются там разные, как сказать, гипотезы, предположения об их назначении. Ну, первое там – это бомбоубежище. Ну, может, и бомбоубежище, конечно, это довольно массивное такое помещение. Но там минус есть очень большой. Там нет вентиляции, там нет воды. То есть, если этого поместить в живой организм, долго он не продержится, просто это помрет. Есть предположение, что, возможно, их используют как хранилище химически активных веществ каких-то. Ну, может быть. Собственно, почему нет? Гранитная такая порода, она достаточно устойчива к химическим воздействиям. Но, как бы, сами скалы видели, трещиноватые. То есть, в любой момент это все утечет. Тоже как-то не очень. Еще предположение можно. Вот на правой картинке французские рабочие строят винный погреб. Вот такие же прямые стеночки, такой же арочный потолочек. Ну, мало ли, может, они тут тоже стратегические запасы хранили. Кто их знает-то? Тем более, что индийские боги там были падки на алкоголь. Ну, как вариант. Но все-таки вот и сама арочная форма помещений и полировка все это наводит, конечно, на мысль о том, что использовался звук, звуковые волны. Может быть, даже для медитации. Почему бы нет? Но то, что тут использовался звук, мне кажется, даже вот можно и не спорить. Все равно просто истинного назначения, может быть, мы пока не знаем. Но то, что это было связано с какими-то звуковыми технологиями, с технологиями, это очевидно. Вот сама по себе арочная форма она может ассоциироваться собственно говоря с чем? С колоколом. Колокол фокусирует звук. Но тут вот возникает такая проблема. Не то, что проблема, но интересно. Вот при всей своей схожести эти пещеры они все имеют разные размеры и разные внутренние устройства. Есть полукруглые концы, прямые, высота варьируется каким-то образом, там ширина, дополнительное помещение. Возникает естественная мысль, что они просто настроены, каждая настроена на свой определенный диапазон волн, которые они могут или переизлучать, допустим, если поставить усилитель, или как-то фокусировать. Вот из всего спектра тех излучений, которые идут из-под земли, каждая из них настроена на свою определенную там волну. Как бы вот так. Собственно, из детского класса физика Витя Шпаковский нарисовал такую картинку. Понятно, что, допустим, если поставим излучатель перпендикулярно полу внизу, то волны будут отражаться соответствующим образом. То есть можно, в принципе, зная линейные размеры пещеры, как-то промоделировать ситуацию и выяснить, допустим, где датчики стояли, поискать их там. Или там неизлучение. Опять же, можно промоделировать напряженность вот этой звуковой волны. Поскольку известно такое понятие, как звуковой жгут при достаточной напряженности там может быть даже происходить и небольшая левитация каких-то легких предметов или которые могут как-то перемещаться. как бы немножко фантазия, но тем не менее возможно. Потом такая же арочная форма может и напоминать нам камертон, только перевернутый. Вот Сергей Кокурев нам показывал на своей лекции камертон там звучал у него. Но опять же, если по нему ударить, он звучит, но очень слабенько, почти не слышно. Но если его поставить на какую-то резонирующую поверхность, то сразу слышен звук сильнее. Здесь камертон получается как перевернутый. То есть по идее, чтобы это зазвучало, сверху должен быть какой-то резонатор. А Каньгема описывал, что там очень почти на всех был второй этаж надстроен. Но еще был надстроен тут уже история умалчает. Но тем не менее тоже могло быть тут источник звука в резонаторной отдаче. Ну что еще хочется сказать по этому поводу. Вообще я бы сказала, что пещеры Барабар, комплексы все эти полированные так сказать пещеры, они имеют много общего с пирамидами в Гизе. В каком смысле? Не потому, что они там одинаковые. Нет. По назначению. Вот каждая группа там, хоть пирамиды, хоть пещеры вот эти, они уникальны абсолютно. они сконцентрированы в каком-то одном месте, не очень большом там. Но вот те же пещеры Барабар, у них нет аналогов не то, что в Индии, вообще на всей планете. Больше нет таких. Они абсолютно уникальны. При этом и пирамиды в Гизе точно так же. Формы, да, у них там приблизительно одинаковые. Размеры разные, внутренние устройства разные. И пещеры точно так же. Вроде одинаковые, вроде явная схожесть. Размеры разные, внутренние устройства тоже разные. И, собственно, вот те усилия, которые прикладывались для сооружения пирамид и для отделки вот этих пещер, они, ну, как сказать-то, ну, не соответствуют они уровню вот того примитивного использования, которое там для них предполагается. Пирамиды уж точно не кладбище. и пещеры тоже там, я не знаю, тоже не сом ухранить. У них явное техническое предназначение и в той группе, и в другой группе. И, собственно говоря, наводит на мысль о том, что это были, то есть, мы видим детали какого-то уникального эксперимента, что в одном случае, что в другом. То есть, это были какие-то отдельные проекты, которые были удачными или неудачными, но это был проект, какой-то такой эксперимент, который провели. Ну, что получилось, то получилось. Ну, собственно, все. Спасибо за внимание. А, да, спасибо. На благодарность Вики Глубцовой там за фотографию Татьяну Сценцеву помогла. Я забыла рассказать вам вещи. Пещеры даровали малоизвестные секте аджириков. Я это упустила. О ней ничего не известно, текстов не осталось, но они были оппонентами буддистов, поэтому все, что о них написано, известно оттуда. Ну, известно про них то, что они, в принципе, ничего делать не собирались в своей жизни, поскольку считали, что будешь ты хорошим, будешь ты плохим, неважно, пока ты 8,5 миллионов там, махакап, проживешь, ничего у тебя там не закончится. Поэтому что-то сами делать они точно не будут. Не делали. Тем более, что ходили они абсолютно на гейме и практиковали очень жестокий пост, даже у меня ровят голод. Зачем им вот эти полированные коробочки были совершенно не нужны. У меня единственное предположение, что будете попробовать сами использовать их, у них ничего не вышло, а в политических целях там типа, ну, аж они оппоненты, они их подарили и все, типа, пользуйтесь. Ну, все. Вопросы? У них эта вот открытая сторона всегда в одну сторону направлена? Нет, нет. По разной стороне? Нет, раздание с южной стороны, с северной стороны, там, входа, на восток, вот маленькая вращельня, которая на восток направлена, вход. Если с северного полюса посмотреть, это по отношению к Перу, через центр земли они по одной линии? Ой, не знаю, через центр земли я не смотрел, точно, нет. Не знаю, нет, не знаю, нет, нет, это нет. Я посмотрела, что, ну, чисто визуально, вот эти вот трапециевидные входы, они, конечно, вот, просто обычно они характерны для Перу, там, очень такие водилные. Но они встречаются и в Греции, там встречаются и где-то еще. Как бы так. Еще вопрос, пожалуйста, хотел просто депутатик высказать. Когда вы рассказывали о полированных стенах, я подумал, что бы я мог использовать. Смотрите, если у нас стены полированные, то у нас они практически не осыпаются, и там очень мало пыли. Смотрите, если мы убираем углы, как вот сказали, в одном из помещений были убраны углы не только на поталке, а и на стенах, то у нас как бы углы, которые с источником были, тоже пропадают. Это помещение было бы очень удобно для бесполевых технологий, например, сборка микросхем. Там совершенно не нужно, например, в прошлом, с украинской области специализации, совершенно не нужно иметь молодую здоровенную фабрику. Можно иметь небольшую комнату и обеспечивать полмира микросхемами. И в этом случае, если мы говорим о бесполевой технологии, то очень удобна форма входа. Смотрите, мы ставим визуние, которое устроится с резиной дверью. Она начинает подниматься вверх с одинаковой шириной, но все глубже и глубже клином входит и закрывает дверь опять же от пыли. Ну, почему нет? Почему нет? Да, эти гипотезы. Почему нет? Вполне. Да. А? Нет. Вот на Барабаре вот эта скала, скала ориентирована с запада на восток. Вот. Они, пещера расположена вдоль тела скалы. То есть, ну вот, вот это единственная аритация. Как они, да, там получилось, там как-то получается Карен Чаупар, напротив нее Судама, Ламас Реши, с Двинута к востоку. Но пещерный гараж вообще никак не ориентирован. Еще вопросы? А круглые помещения никакой потолок? А такой же, как и в прямоугольном помещении. Там, если высота самая, допустим, ширина пещеры там 5,8 метра, значит и круглое помещение будет диаметром 5,8. А, свод? Сферический. Нет, сферический. Сферический. Да, да, нет, нет, нет. Абсолютно круглый. Там в основном стенки так прямые, так же, как и в основном. И потом круглый вот свод. То есть она круглая в плане. Еще вопросы? У меня вопрос был из-за того, что это что с Перу сравнили. У меня автоматически, если сверху Северного полюса посмотреть, если по одной линии, то типа как датики вместе с Перу, ну, как датики могли быть? Ну, если мы предполагаем, что, допустим, они были настроены на определенный там какой-то диапазон волн, которые можно там как-то вычленить из всего спектра, ну, через центр Земли, не знаю, что-то. Нет, не через центр Земли, а чисто умозрительное, что они говорили. Если отклонение 120 градусов, то значит, в симметричном... Ну, это надо как-то это посмотреть по глобусу хотя бы, а как они напротив там расположены, честно говоря, не знаю. Еще вопросы? Когда едем в Индию? Ой, да хоть сейчас. В Индии, ну, как, конечно, это самое... очень заманчиво, но там настолько много объектов. Индия страна большая, во-первых. Если ехать... Просто вот я поехала в Индию, экспедиция обычно длится, ну, пускай, две недели максимум, просто никто не сможет от себя оторвать столько времени. За две недели ты не объедешь. Объекты все раскиданы по всему континенту. Южная Индия отдельно, вот сейчас это как бы северо-восточная отдельно. Там, где была это центр индской цивилизации, это вообще там на севере. То есть все вот так раскидано. Но, может быть, разделить как-то на разные как бы экспедиции. Но для этого нужно собрать полный материал и точно знать, где-то. Может быть, что-то там объединить север Индии, юг Индии по отдельности. Вот там, ну, примерно рядом с Бехаром находится вот такое место, Варангал. Очень примечательно. Она хотя и датируется нашей эрой, причем там, я не помню уже какой, 13-й, что ли, век. Но там такая обработка базальта, это вот просто конфетка. Там в храмах стоят статуи базальтовые, танцовщицы, отполированные до зеркального блеска. Вообще, вот конкретно просто зеркал. Вставлены как потолочные балки в храм, который сделан из песчаника там или известняка. Песчаника там скорее. Вот. Ощущение, что их вообще откуда-то стырили и принесли, вот сюда вот втыкнули. А Варангал сам в форт, там тоже, там такие барельефы, например, ну, как бы на прямой стене, ну, там есть полные статы, ну, допустим, вот прямая стенка, да, на ней вот просто вот такой барельеф выбит. Танцовщица, там руки, ноги у них, как всегда, там в разные стороны. Но, что самое интересное, вот там вот, которая отбита, и видно, что та поверхность, которая находится за вот спиной, за рукой статы, она идеально ровная, прямая, отполированная. Ну, казалось бы, да, там, отбил там с краешков, там, более-менее, да, до серединки, что туда лезть, и так красиво видно. Нет, а там такое ощущение, что вот она такая была, потом эту статую туда влепили каким-то макаром. Ну, вот не соответствует. На юге, господи, забыла, правда, как храм называется, он ориентирован по старому полюсу. То есть вот там вот это тоже можно посмотреть. Ну, индская цивилизация, конечно, это, как бы, ну, не знаю, там, каких-то таких сверхъестественных технологий там не было. Ну, вот, когда я там, в предыдущем докладе, я там про лазурит рассказывала, я там упоминала страну Арату. Махабхара-то локализует ее в районе Пятиречи, там, где долина Инда. А это Гиндукуш, собственно говоря. Вот вам центр зарождения цивилизации, да? Ну, хотя там ничего такого сверхъестественного не нашли. Ну, а почему, например? Допустим, те же боги прилетели, да, им нужны какие-то средства к существованию. Нужны материалы. Просто как материальную базу. Они вполне могли содержать всю эту цивилизацию инскую. Они просто торговали, добывали там, там, Гиндукуш, это вообще просто вот сокровищница. Там все. Там медь, там олово вообще просто на поверхности валялось. И вот только собирая все. Драгоценные эти, ну, полудрагоценные камни. Там все, что угодно. И они вполне могли там как-то обитать с целью материала. По поводу этих пещер. Они открыты для посещения? Да. Никакие препятствия для следований? Абсолютно нет. Нет, нет, нет. Там, ну, вот Пика рассказывала, там туда просто приезжаешь, там есть смотритель, который там единственную какую-то музду там деревню берет за то, что там машину оставишь. Вот. А смотритель вообще, ну, тоже там сколько-то, совсем недорого. И он проводит по этим пещеркам. Показывает, где и может пройти. Ну, вот Сонбхандар, это уже более раскрученное такое место буддийское. Туда экскурсии, там вот это все водят. Там более... А пещеры Барабар, конечно, там туристов мало. Только самые заинтересованные, кому вот, ну, типа нашей секты интересно. Да, вот это там. Есть вопросы еще? Благодарим. Спасибо. Объявления, значит, такие. Напоминаю, что... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...